История создания клуба рукодельной улей, который объединил вышивальщиц со всего города, началась сообществом в интернете, где девушки-организаторы находили единомышленниц и просто общались. В конце 2018 года состоялась первая встреча рукодельниц, после которой девушки уже не могли представить свою жизнь без клуба и его уютных посиделок. Это сообщество объединило пчелок разного возраста, социального статуса и профессии, но все они нашли общий язык и очень подружились. Этот улей возник из дружбы. То есть начиналось все с того, что несколько подруг собрались, поделились идеями, мыслями, показали друг другу вышивку. Потом мы захотели пригласить просто каких-то других людей, чтобы и у них появилась возможность узнать о нас, чтобы у нас появилась возможность узнать о них, поделиться новыми какими-то идеями, новыми какими-то проектами, новыми схемами, возможно, какие-то имена новые появляются дизайнерам, допустим, какие-то новинки в производстве наборов вышивали. А вот, ну вот таким образом вот как-то люди стали к нам приходить. Для нас сейчас это первая выставка. Выставка называется «На крыльях лета». Почему на крыльях? Потому что, ну, во-первых, потому что мы, как я говорила, ласково называемся пчелками, наши вышивальщицы. И крылья – это вдохновение. И вот мы подводим в августе итоги, вышивальные итоги нашего лета. Мы представляем цветы, пейзажи в вышивке. На их первой выставке представлено порядка 30 работ. Здесь можно было не только увидеть, но и будто почувствовать запах лавандового поля. Настолько реалистичной казалась вышивка. Насладиться цветочными натюрмортами или предугадать историю молодоженов, отправляющихся в захватывающее свадебное путешествие на велосипеде. Вернисаж удивляет своей изысканностью, нежностью переливов, полутонов в каждой работе, жизнерадостностью и ярким фейерверком красок. И неудивительно, ведь каждая рукодельница вкладывает в свою вышивку душу, собирая из маленьких стишков целую историю. От вышивки исходит такое тепло, которого сейчас людям не хватает в наше время. Во-первых. Во-вторых, она становится более современной. Появилось много новых материалов для вышивки, много гаджетов для вышивки. С появлением соцсетей мы стали немножко ближе друг к другу, хоть и виртуально. Мы можем делиться идеями, мы можем делиться схемами, материалами. Все стало гораздо доступнее, чем много десятков лет назад. И правда, все стало доступнее. С появлением в городе клуба «Рукодельный Улей» многие мастерицы смогли найти такие же увлеченные делом. Это подтолкнуло девушек развиваться дальше, делиться опытом и пробовать новое. Дома, тихонечко, постепенно, когда было время, я вышивала. И год назад я познакомилась с девочками летом. Вот сейчас, получается, опять лето. И мне было приятно, что есть люди не только в интернете, которые вышивают, и которыми можно вдохновляться, на которых можно смотреть. А есть люди, которые собираются и организовывают живое общение. Яркие работы мастериц завораживали каждого зрителя. А самое главное, они разрушили стереотип, что вышивать могут только бабушки. Многие для себя открыли, что такое хобби увлекательное и перспективное. Во-первых, это труд. Это нелегко. Это время занимает очень много. Кажется, времени действительно требуется для одной работы достаточно много. И сейчас я понимаю, что нет, это не для бабушек. Очень популярно стало вышивать на одежде. Можно есть такая канва, которая саморастворяется. Ты можешь на любой одежде придать какую-то индивидуальность. То есть, вышить каких-то там себе зайчиков, бабочек или там черепах. Кто что любит. И если посмотреть в ВК или в Инстаграме, в этих соцсетях, насколько молодежь, именно молодежь увлекается этим. Сколько всего интересного придумывает. Как смело в этом направлении двигается. Это радует. Увлечься вышитыми бескрайними пейзажами и яркими цветами можно будет в арт-пространстве библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина до 10 сентября.